Высший балл на централизованном экзамене и сразу по двум предметам получил выпускник третьей школы. Написать на 100 баллов экзамены по химии и русскому языку Никите Русаку не составило особого труда. В целом структура теста, централизованная экзамена осталась такая же, как и централизованное тестирование. Я бы сказал, даже для меня это было немного легче, поэтому мои результаты были вполне ожидаемы. Перед экзаменом я не переживал, был вполне уверен в своих силах, ввиду хорошей подготовки. Конечно, волнительным было ожидание результатов, все равно хотелось увидеть максимальный балл. Готовиться к экзаменам Никита начал в 10 классе. За два учебных года, не прибегая к помощи репетиторов, смог довести свои знания до совершенства. Сейчас юноша проходит вступительные испытания в медуниверситет, и первый экзамен также был сдан на отлично. Никита – это наш такой золотой учащийся, потому что таких универсальных учеников появляется не так часто, появляются они редко, потому что он блестяще успевал по всем предметам. Никита сразу выделялся с первых дней своим трудолюбием, своей целеустремленностью. И отличался этот учащийся очень высоким трудолюбием. Плюс такая большая самодисциплина, то есть лишний раз посидеть над книгой, решать трудную задачу, трудную цепочку. Как говорит классный руководитель Никиты, за какое бы дело ни брался школьник, все будет выполнено качественно и на 100%. Не зря говорят, что в любом успехе 1% таланта и 99% трудолюбия. Так вот, то, что касается Никиты, эта пословица полностью подтверждается. Потому что итог, вот этот его итог, это итог его большой, кропотливой работы. И, конечно, без поддержки семьи, без твердого тыла таких результатов было бы не достичь. Когда он уходил сдавать экзамен, у меня как бы не было сомнений, что он принесет ниже, чем 100 баллов. И по одному, и по второму предмету. И когда он пришел с русского, с химией, он сразу сказал, что у него будет 100 баллов. Ну, конечно, восторг был, гордость.